Советы юристов. Квартиры на вторичном рынке всегда с историей. Иногда это ничем не примечательное купили, решили расширяться, продаем, а иногда история бывает запутанной и даже трагичной. Юристы агентства недвижимости Владис подобрали для вас несколько примеров, когда от покупки жилья на вторичке лучше отказаться, чем оказаться одним из персонажей театра одной квартиры. Незаконная перепланировка. Это самое простое, что может ожидать покупателя в новой квартире. Сама по себе перепланировка не будет являться препятствием к покупке, но в дальнейшем могут возникнуть проблемы, а решать их придется уже новому владельцу. Избежать проблем поможет просьба к продавцу показать актуальный план жилья и экспликацию, или же самостоятельно обратиться в БТ и сравнить полученный там план с тем, что вы видите в квартире. Помните, что иногда перепланировку узаконить просто невозможно, в таком случае собственник обязан восстановить изначальный облик жилья. Неликвидные квартиры. Еще Александр Сергеевич Пушкин в сказке о попе и работнике его балде предупреждал. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. В отношении квартир на вторичном рынке это правило работает как нельзя лучше. Жилье, находящееся вдали от метро и остановок, магазинов и парков, посреди промзоны, в панельных старых домах с неудобными планировками, можно купить за сущие гроши. Но что потом? В такой квартире самому жить будет неприятно. Старые коммуникации, сквозняки, протечки, не говоря уж об отсутствии инфраструктуры и транспорта. И продать такую жилплощадь будет сложно по очевидным причинам. Решившему сэкономить покупателю в результате придется давать еще большую скидку, если он решит продать квартиру, или серьезно в нее вложиться, чтобы придать более или менее пристойный вид. Юридическая чистота Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит История квартиры на вторичке, как мы уже упоминали, может быть длинной и запутанной, хуже бразильского сериала. И чем она менее прозрачна, тем больше вероятность у покупателя стать жертвой мошенников. С порога должны настораживать Продажи по доверенности Наличие несовершеннолетних или недееспособных собственников Частая смена владельцев жилья Продажа квартиры в кратчайшие сроки после получения ее в наследство Приватизация Стоимость намного ниже средней по рынку Каждая из этих ситуаций сама по себе не противозаконна, но создает обширное поле для деятельности мошенников. Столкнувшись с такой историей, лучше несколько раз перепроверить правдивость слов и чистоту намерений продавца. Такие услуги оказывают банки, агентства недвижимости и частные юристы. Как всегда, спасибо за лайк и подписку на канал. С удовольствием ответим на ваши вопросы в комментариях. Этот выпуск был создан по материалам Дзен-канала Риэлтерские технологии. Ссылка в описании ролика. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.